Школьный звонок в этом году прозвенел для 936 саровских первоклашек. День знаний – важное событие для детей и их родителей. Сменяются поколения, но трепет от торжественной линейки остаётся тем же. Елена Ларина сама когда-то перешагнула порог 10-й школы, будучи первоклассницей. Теперь привела учиться сына. Грызь гранит науки маленький Саша будет в обновлённом заведении. Очень, конечно, волнительно. Очень радует, что школа после ремонта. Очень это радует. Я сама училась в этой школе. У меня старший сын заканчивал тоже эту школу. Поэтому очень волнительно, очень радостно, что младший идёт в первый класс. Для Ксении Куприяновой этот учебный год в школе будет последним. Выпускница считает, что сейчас как никогда нужны сплочённость и собранность, чтобы насладиться общением с одноклассниками и учителями, подготовиться к ЕГЭ. Настроение боевое. Хотелось бы, конечно, весело бы провести, так как всё равно 11-й класс, последний год. Мы очень рады, что пришли в новую школу наконец-то, потому что мы учились 3,5 года в другой школе. Очень было тяжело. И, наконец-то, рады, что столько места, все родные люди. Полноценный праздник со стихами, песнями и танцами из-за пандемии провели только для первоклашек и будущих выпускников. Остальных учеников педагоги собрали на классные часы. Из новшеств – это введение нового федерального государственного образовательного стандарта для десятиклассников. Все десятиклассники в Сарой будут учиться по индивидуальным учебным планам, углублять те предметы, которые нужны им для поступления в ВУЗ. Это, безусловно, бесплатное горячее питание для начальной школы, это оплаты классным руководителям в размере 5000 рублей дополнительные. Учиться школьники будут в очном формате. В департаменте образования надеются, что эпидемиологическая обстановка будет стабильной и прибегать к дистанционному режиму больше не придется. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.